МАЛЕНЬКИЕ МЕЧСТАТЕЛИ Обзор на всех наших с дочкой кукол я делала до нового года, где показала вам наших полочных жителей. Если вы его еще не смотрели, подсказочка будет наверху. Тканей у меня действительно очень много и они разнообразные. Для их хранения я специально приобрела отдельный пластиковый ящик. В верхней полке я храню фурнитуру, выкройки и различные мелочи. А вот в оставшихся ящиках расположены мои ткани. Глядя на такое количество разных материалов, может показаться, что я спустила на них уйму денег. И отчасти это так. Все свои материалы для шитья я покупала либо на Алиэкспресс, либо в местном магазине тканей. В каких-то других интернет-магазинах ткань я еще не приобретала. Я часто посещаю у себя в городе свой любимый магазин тканей. И как правило, даже если я пришла за нитками, мне сложно уйти оттуда, не прикупив при этом новые ткани. Для начала я бы вам хотела показать свои ящики с тканями, а уже потом фурнитуру и другие материалы, которые я также использую в процессе работы. Вот он, мой самый густонаселенный ящик. Здесь у меня хранятся самые красивые материалы. Все ткани у меня расфасованы по зип-пакетам. Для меня это очень удобно, так как я сразу вижу нужную мне ткань. Из большинства этих материалов я уже шила наряды для кукол ОМГ. Как, допустим, вот этот блестящий трикотаж. Его я использовала для шитья новогоднего наряда, леггинсов для кукол и различных костюмов. Золотой и белый трикотаж я использую чаще всего для подклада и на манжеты у моих кигуруми. Вот эта золотая ткань очень похожа на ту, из которой я шила костюм для роллерчик. Думаю, такая расцветка очень подойдет для добосс. У меня есть также ткани, которые я приобрела совсем недавно и пока не решила, что же хочу из них шить. Просто они были очень красивые. Хотя, глядя вот на эту бирюзовую органзу, у меня уже возникли кое-какие идеи. Она вживую очень красиво переливается, но сыпется на краях. Этот материал идентичен тому, из которого пошит халатик у Китти Кей. Черный и зеленый трикотаж я покупала на Алиэкспресс. Из зеленого трикотажа я уже успела шить новогоднее неоновое платье, но у ткани есть минус. Она тянется лишь в одну сторону, подолевой, что не совсем удобно в процессе шитья некоторых нарядов. Именно по этой причине я стараюсь большую часть ткани покупать все-таки у себя в городе. Потому что всегда лучше оценивать материал, когда ты видишь и трогаешь его вживую. Перед Хэллоуином я прикупила вот такие ткани. В названии я не уверена, но если не ошибаюсь, это тонкий плессированный шифон. Эта ткань мне очень понравилась. Она гофрированная с блестками. И не однородная, а градиентная. То есть один цвет ткани переходит в другой. Ткань, к сожалению, не тянется. Но думаю, что из нее получились бы отличные платья в пол. На Алиэкспресс такую ткань я не нашла. Но там много похожих тканей. Если вы, например, хотите пошить для своей куколки воздушную юбочку миди. Имеется у меня также большое количество различного фатина, из которого я шью юбочки. Он с блестками и разной жесткости. Приобретала я его в местном магазине. Но на Алиэкспресс его также огромное разнообразие. Хлопчатая бумажная ткань на пижамке и летнее платье. В этом пакете у меня собраны лоскуты, которые я брала на Алиэкспресс. И это, кстати, очень удобно. Я не раз вам в своих обзорах показывала эту ткань. В таких наборах, как правило, по 6-8 лоскутов. На Али их огромное количество. Размеры у всех упаковок разные. Это могут быть лоскуты 20х20 или 50х50. Этот набор удобен для меня тем, что там уже собрано несколько расцветок тканей с различными принтами. Есть у меня также ХБ ткани, которые я брала в городе. Из этой ткани я шила пижамку на канале, если вы помните. А вот из этих материалов с морской тематикой выйдут отличные летние платья. Из недавних материалов. Здесь у меня фиолетовая плащевка. Ее я вам показывала видео с зимним костюмом. И вязанный трикотаж, из которого я шила теплый костюм для Китти. Есть еще остатки атласных тканей. Их я использовала для шитья новогодних костюмов для Ксюши. Из зеленой ткани я шила костюм Динь-Динь. Фиолетовая пошла на костюм ведьмочки Хейзл. А белая осталась от юбки Радуги Дэш. В прошлом году, к сожалению, из-за пандемии утренников не было. И новогодний костюм я не сшила. Также из остатков у меня здесь флиз. Подкладочная ткань. Фетр. Вообще я стараюсь оставлять даже маленькие кусочки ткани. Как вот, например, ткань костюма Роллер. Да, этого отрезка мне явно ни на что не хватит. Но при походе в магазин тканей, всегда намного проще показать продавцу образец ткани. Чем на пальцах объяснять, какая ткань вам нужна. Хочу отдельно поговорить по поводу цены за ткань. Не буду лукавить, большинство этих блестящих тканей стоит от 500 рублей за метр. Это довольно дорого. Но я, допустим, никогда не покупаю такие ткани метражом. Это слишком много. Средняя ширина рулона ткани полтора метра. Если ткань мне понравилась, я покупаю на пробу отрез длиной 20-30 сантиметров. Итого у меня получается кусок ткани 20 сантиметров на 150 сантиметров. Этого с лихвой хватает для куклы ростом 1 к 6. А уже потом, если ткань легка в работе и получились красивые наряды, ничто не мешает докупить еще. Здесь же у меня лакированная ткань для платьев, плащей и юбок. Недавно мне удалось найти белую лакированную ткань. С этим ящиком все. Теперь давайте взглянем во второй. Тут лежит трикотаж. Из него я шью маечки, свитшоты, бриджи и гольфы. Трикотаж бывает разный по качеству и плотности. У меня довольно плотный. За счет этого мне проще с ним работать. В недавнем обзоре при распаковке рокер боя я вам показывала трикотажную майку. Но ткань по ощущениям очень тонкая и дешевая, как у какой-нибудь китайской подделки. В общем, качеством той ткани я осталась жутко недовольна. У меня очень много пушистого плюша. Из недавних ко мне пришли красный плюш, голубой, оранжевый и нежно-розовый. Их я заказывала на Алиэкспресс, так как в моем городе этих цветов в наличии не оказалось. На Алиэкспресс такой плюш продается отрезом от полуметра. Качеством я осталась очень довольна. Цвет насыщенный, а сам плюш очень мягкий и пушистый. Из него я шью кигуруми и с недавних пор пушистые свитшоты. Если вы хотите увидеть мастер-класс на такой свитшот на канале, то не забудьте поставить лайк под этим видео и написать об этом ниже в комментариях. Есть у меня и более пушистый плюш. Голубой, розовый и остатки оранжевого. Их я покупала у себя в городе. У этого плюша более длинный ворс по сравнению с прошлой тканью. И он практически не тянется, за счет чего из него довольно сложно шить. Из этого плюша я недавно шила шубки и самый первый кигуруми. Здесь у меня также джинсовая ткань, синтепон, черный фатин и немного хб ткани с единорожками. Пока не забыла. Все ткани после покупки необходимо постирать. И это обязательно. Так как ткань лежала на складе, она грязная и при стирке с нее смывается часть заводской краски. Также некоторые ткани после стирки могут усесть, то есть стать меньше по размеру. Согласитесь, будет очень неприятно, если вы сошьете кофту для куклы, а после стирки она у вас станет меньше на пару размеров. Также ткани желательно хранить отдельно друг от друга, потому что некоторые ткани имеют свойство окрашивать соседние, даже после стирки. Как правило, это цомные ткани, некоторые блестящие и особенно джинс. Если вы купили джинсовую ткань, обязательно стирайте ее до тех пор, пока вода из синей не станет прозрачной. Иначе вы окрасите ноги куклы. Ну а теперь давайте-ка я вам покажу свой ящик с фурнитурой и материалами, которые я использую в работе. Это моя коробочка с нитками и предметами первой необходимости. Ее я вам уже показывала вот в этом видео. Самая полезная здесь вещь, это маленький ниткораспарыватель. Он стоит копейки и очень удобный, если вы сделали кривую строчку и вам нужно ее распороть. Тут же нитковдеватель. Вещь незаменимая. В детстве я вместо него использовала обычные булавки. Ниток у меня много, под разные цвета тканей. Отдельно хотела бы поговорить про шпульки. Они используются в швейных машинках. В комплекте с машинкой у меня шли две шпульки. Это мало. Иногда вместо стандартных белых или черных ниток вам могут понадобиться, например, красные. Тогда нужно убирать со шпульки черные нитки, намотать на нее красные, а потом снова наматывать черные, когда они вам понадобятся. Это очень неудобно. Поэтому советую сразу приобрести с покупкой машинки и шпульки. Они стоят недорого. Приобретала я их на Алиэкспресс. На шпульке я сразу намотала разные цвета ниток, которые могут понадобиться в процессе шитья. Так вы экономите свое время. И хочу вам, наконец, показать свою швейную машинку. Она у меня старенькая. Ей уже больше шести лет. У нее не так много наворотов и строчек, но тех, что есть, мне хватает с лихвой. Вообще, я считаю, что человеку, который только начинает шить, не стоит покупать очень дорогую навороченную машинку, в которой будет большое количество функций и строчек. Большая часть этих строчек вам просто не пригодится. И поначалу вы сразу растеряетесь. По своему опыту могу сказать, что за все 6 лет пользования этой швейной машинкой я использовала от силы 3-5 видов строчек. Это обычная машинная строчка, строчка зигзаг для пристрачивания резинки, строчка с обратным ходом для трикотажа и некоторые декоративные строчки для обработки краев. Такие навороченные швейные машинки могут пригодиться разве что людям, которые занимаются шитьем на профессиональном уровне. Но в этом случае они используют промышленные швейные машины и вряд ли будут смотреть мой обзор. Мои советы в выборе машинки подойдут скорее новичкам, но решать опять же вам, какую машинку покупать. Вот что может пригодиться, так это различного вида машинные лапки. Они бывают разные. И у всех разные предназначения. Для пристрачивания пуговиц, например, для замков. Но это опять же для людей, которые занимаются шитьем на профессиональном уровне. Немаловажным является и выбор иголок для машинки. Иголки подбираются под разные типы тканей. Для тонкого трикотажа свои иголки, для кожзама и плотных тканей свои. При покупке с выбором вам может помочь продавец-консультант в швейном магазине. Вам лишь нужно запомнить марку своей швейной машинки. Хотя мне кажется, что сейчас большинство иголок стандартизировали. Незаменимыми в работе для меня являются иголки, которыми я фиксирую ткань. Для детей и начинающих мастерок отлично подойдут иголки с бусинами на концах. Но бусины при шитье на машинке часто мешают. Поэтому я использую вот такие стандартные иголочки. Храню я их в подушечке, которые специально для них шила. Это очень удобно. Здесь же в ящике у меня лежат термонаклейки. Их я вам уже показывала ранее в своих обзорах. Поэтому останавливаться на них я не буду. Недавно приобрела такие ножницы для раскроя. Они очень острые, но для маленьких вещей не совсем удобные. Мой пакетик с выкройками. Их я делаю на бумаге. А уже потом переношу на плотный картон. Они пока лежат у меня так. Но я видела, что некоторые их хранят в маленьких альбомах для фотографий. Надо кстати попробовать. Визиточки для победителей в будущих конкурсах. Вот одно из моих последних приобретений на Алиэкспресс. Это двухсторонняя клеевая паутинка. Полезная вещь. Стоит копейки и отлично подходит для обработки краев усыпучих тканей. Ее нужно уложить между краями ткани и прогладить сверху утюгом. Вообще клеевых есть огромное разнообразие разной плотности. И как правило, ее основным предназначением является уплотнение ткани. С клеевой я впервые познакомилась в школе на уроках шитья. Когда я расшивала бисером джинсовый костюм. Моя вышивка была довольно большой и объемной. И если бы я не приклеила на обратную сторону клеевую, то вышивать мне было бы в разы сложнее. Так как ткань постоянно сморщивалась. В общем, вещь полезная и стоит недорого. Здесь у меня пакетик с вязальными принадлежностями. Вот пушистая пряжа, из которой я вязала белый свитер. А это мои крючки и спицы. Радужную пряжу я брала на Алиэкспресс. Тут же у меня лежат липучки. Белые и черные. На них я часто оставляла ссылки под видео. Как правило, свои липучки я клею на термоклей. Потому что, как я уже говорила, при таком способе крючки у липучек не повреждаются. И липучка прослужит дольше. Как я клею липучки, я показывала на примере стеганой куртки. Но бывают такие ткани, которым липучки клеиться не хотят. Это, как правило, глянцевые и водоотталкивающие ткани. В таком случае я пристрачиваю липучки на машинке. В этом пакете у меня собраны недошитые выкройки вещей. Тут пижамки, заготовки ушек для кигуруми и различные другие мелочи. Которые я не успела дошить перед Новым Годом. Эту пластиковую коробочку я купила в Фикс Прайсе. И храню в ней запасные катушки ниток и бусины. Здесь же у меня пакетик для рубрики посылки с Алиэкспресс. Он тут лежит, пока я жду другие свои посылочки с фурнитурой. Позже в отдельном видео я вам все покажу. И большой пакетик со всеми моими ленточками, бусинками, кружевом и резиночками. В общем, все, что я использую для шитья и мастер-классов. И, конечно же, мой термопистолет с Алиэкспресс. Вещь незаменимая. Все ссылки на товары с Алиэкспресс, на похожие ткани из видео, которые можно найти на Али, я оставлю для вас в описании под этим видео. Надеюсь, мой обзор оказался для вас интересным и полезным для многих новичков, которые только планируют начать шить одежду для своих кукол. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. А также, если вы поставите лайк под этим видео, то поможете в развитии нашего творческого канала. И обязательно напишите в комментариях, какие идеи для новых нарядов пришли вам в голову при просмотре этого обзора. И я буду этому очень рада. Еще раз всех с Новым Годом! И всем пока!